чем заняться во время карантина что насчет миди 2.0 стоит ли обновлять mac os как подготовиться к записи живых барабанов как отметить день рождения и причем тут группа viagra давайте обо всем по порядку всем привет с вами дмитрий урсул это вторая серия моего видеоблога я подготовил для вас несколько новостей и интересных историй и давайте сразу не откладывая перейдем к первой новости поехали самая обсуждаемая новость марта 2020 года это конечно же распространение коронавируса по всему миру объявлена пандемии как вы знаете это очень сложные времена к сожалению очень ударило по италии очень много погибших но тем не менее в связи со объявляемыми карантинами каждый музыкант может для себя излечь ну скажем так некоторую такую личную выгоду в том плане что есть возможность просто заняться тем что вы постоянно откладывали так как я знаю для многих музык это все-таки больше какая-то вторая деятельность или параллельная деятельность основной и теперь есть время и возможность чуть-чуть сконцентрироваться вот на музыке если вы давно этого хотели поэтому я вам очень рекомендую все-таки в эти нелегкие времена как сконцентрироваться на какой-то позитивных на каких-то позитивных моментах таких как музыка создание музыки и собственно для таких людей в помощь выступили множество разработчиков софта программ стриминговых каких-то сервисов чтобы поддержать людей которые сидят дома на карантине а я напомню что карантин это очень важная вещь потому что она помогает остановить распространение вируса как бы это ни странно не звучало даже если вы чувствуете абсолютно здоровым так или иначе это помогает поэтому если у вас есть возможность остаться дома обязательно ей воспользуйтесь но чтобы просто так не сидеть и не смотреть в потолок займитесь тем что откладывали возможно или думали что сделать это потом сейчас лучший момент и вот разработчики вам в этом помогают например на этих инструмент предлагают бесплатную библиотеку для контакта аналог dreams который можно скачать с официального сайта я например отслеживаю вот эти все новости на сайте musicrader этих сайтов на самом деле очень много где публикуются такие новости вы можете поискать и в гугле ссылку на этот сайт я оставлю также в описании вы можете здесь смотреть следить за новостями черри аудио недавно тоже отдают бесплатно стали отдавать бесплатно их модулярный синтезатор в общем тут постоянно информация обновляется также очень много полезной информации просто по инструментам всяких статей очень советую хороший сайт и вот касаемо вот этой тенденции бесплатных подарков вот для поддержки музыкантов я очень поддерживают тему она очень классная и я сам скачал несколько продуктов вот таких вот бесплатных поиски использовал их и вам также рекомендую и чтобы ничего не пропустить вы можете также присоединиться к нашему telegram чату вступить наш клуб это также абсолютно естественно бесплатно ссылка будет тоже в описании вы просто вступаете вам приходит ссылка вы заходите в наш telegram чат и мы там с вами общаемся вы можете задать вопросы я там постоянно присутствую также присутствует там очень много ваших коллег которые работают в лоджике работать со звуком все друг другу помогаем обмениваемся новостями какой полезной информации чат постоянно растет и развивается поэтому обязательно присоединяйтесь если вы еще этого не сделали и вместе собственно с доступом к чату мы также даем много всяких подарков пресетов сэмплов контента темплейтов в общем на сайте вы можете почитать подробнее очень много полезного контента как раз для вот сегодняшних немножко непростых время времен для этого времени простого когда нам нужно воздержаться каких-то передвижений все кругом закрыто и либо закрывается либо ограничивается но творчество интернет не ограничен и вы можете сидеть дома заниматься творить возможно это вас на что-то вдохновит в общем я всем рекомендую этим заняться прямо сегодня и не забывайте мыть руки в этом году я полностью перешел на mac os каталина и хочу поделиться с вами опытом этого перехода а в первую очередь мне пришлось отказаться от всех 32 битных плагинов и приложений плагин я использовал не так много и в основном это были те которые к сожалению никогда не были перри выпущены 64-битном виде например некоторые плагины из пакета и берут которые вышли по моему в конце нулевых годов часть из них купил софтюб и перевыпустила но большая часть к сожалению остались до сих пор в 32 битном виде и не обновились до сих пор и мне пришлось от них отказаться но я нашел замену поэтому ничего страшного в принципе я очень мало пользовался 32-битными плагинами и для меня это не было особой проблемой для меня была особой проблемой это то что я использую джебель и msc1 и такой тоже довольно таки уже старенький девайс ему 10 лет я использую как ручку громкости и как небольшой room корректор то есть он не убирает парочку резонансов в моем месте где я работаю но проблема в том что он то работает сам по себе то есть в него загружаешь информацию о резонансах он точнее самый и загружает и работает хоть десять лет его не подключаешь компьютер он работает и тебе эти резонансы убирает но проблема в том что если ты хочешь сделать какой-то перезамер ты что-то поменял у себя в системе или там обновил звуковую карту ли обновил например мониторы тебе нужно опять запускать приложение которое делает эти замеры она к сожалению последний раз обновлялась 2011 году и конечно же она была 32-битная вот но я нашел выход из этой ситуации я установил себе виртуальную просто систему хайсера небольшую в которой только стоит это приложение для замеров и сам больше ничего нет системе это такой небольшой костыль но ну чисто вот мне пригодился во всем остальном я не вижу никаких проблем в переходе на каталину меня все произошло отлично на сегодняшний день на март уже все основные разработчики всех плагинов они обновили свой софт то есть есть полная поддержка каталины хотя это было сложно например слой digital который подписан выпустил официально обновление по моему только в конце февраля или во второй половине февраля то есть вы понимаете да прошло почти полгода с момента выхода каталины и если бы например я обновился бы сразу я бы просто остался без плагинов от слой digital то есть я бы не мог ими пользоваться потому что старые просто не устанавливались кстати очень многие плагины именно вот старые установщики они просто не запускаются даже из-за топ озон который был выпущен при этом полгода назад он просто не запустится и может не установиться или установить с кем-то ошибками для меня это было открытием потому что я помню что все предыдущие переходы от системы к системе они были не такими сложными то есть понятно что может быть какие-то самые очень старые там плагины они с трудом открывались точнее установщики но так или иначе можно было найти обходные пути как-то вручную достать из установщика файл компонент например с плагином его засунуть вручную в папку и все будет работать здесь было сложнее вот и вот к сегодняшнему дню в принципе все основные плагины которыми лично я пользуюсь они все все разработчики их обновили выпустили новой версии я все себе установила все принципе работает я никаких проблем не испытываю сама система мне очень нравится очень быстро работает logic текущая версия 10.4.8 также работает отлично нет никаких глюков кстати очень частый вопрос в чате про то что mp3 при импорте все время ускоряется растягивается там сжимается и так далее по таймингу всем отвечаю и сейчас решил это видео еще раз вам сказать обновитесь просто до последней версии 10.4.8 на ней этот косяк был исправлен это реально косяк лоджика то есть это не какая-то проблема с mp3 файлом это не какая-то проблема с вашим компьютером это именно проблема была предыдущей версии лоджик и вот собственно в последнем текущем обновлении эту проблему в том числе исправили поэтому если в это еще не сделали обновитесь что еще инструменты я не пользовался 32 битными поэтому ничего страшного для меня но был один очень классный плагин за который очень кстати многие спрашивали давно еще кто не умел пользоваться 32 лифс то есть когда он еще работал сейчас я напоминаю что он не уже не работает на каталине точнее сама программа работает но плагин у вас просто не откроются в лоджике потому что 32-битные коды просто не поддерживаются теперь на системном уровне соответственно плагин которыми я говорю это sm-эзоскоп это осциллоскоп который позволяет следить за изменением формы скажем так волны то есть как выглядит ваша звуковая волна либо на ком-то канале либо на всем миксе если вы поставите его на мастер и очень удобно следить за обработкой что делает обработка с вашим звуком грубо говоря вас есть исходный звук вы слушаете включаете обработку и смотрите что происходит сигналом после обработки при после компрессии то есть насколько жестко вы сжали сигнал или наоборот там рожали то есть какой-то скажем так даже обучающий с точки зрения обучения использование очень практично и очень полезно я всем рекомендую очень многие спрашивали то есть как его поставить где его скачать хотя она абсолютно бесплатно она раздавалась бесплатный до сих пор раздается в 32-битном виде на сайте официальных разработчиков это brem and shone но они к сожалению упустили 64-битную версию но появился энтузиаст на самом деле он оказывается это сделал еще в 2016 году я об этом узнал только недавно армандо монтанес который просто взял код у brem and shone и перевыпустил 64-битную версию для mac os и для windows то есть теперь вы можете спокойно скачать с вот этого сайта опять же ссылка у вас будет в описании к этому видео просто переходите скачивайте закидывайте в папку с компонентами то есть с плагинами и у вас рабочий бесплатный 64-битный с мазоскоп который все очень любят в общем переходите настоятельно рекомендую и в принципе обновляйтесь я в этом не вижу ничего плохого mac os каталина очень хорошо работает и дальше все это будет дальше обновляться я уверен я думаю что следующее обновление которое нас ждет осенью я очень надеюсь что она все-таки выйдет какой-то как правило раз в год что-то появляется я не думаю что будет такой жесткий переход после каталина потому что каталина она была такой довольно таки жесткой то есть очень от многого отказались разработчики mac os но посмотрим то есть конечно изменения могут быть и дальше продолжаться более такими драматичными но пока все очень хорошо работает и вот спустя полгода можно в принципе смело обновляться самом начале этого года ассоциация производителей миди устройств представила новый формат миди миди 20 в котором был предложен целый ряд улучшений этого стандарта который был напоминаю выпущен больше 30 лет назад миди первого поколения и вот спустя такое долгое время все-таки разработчики как-то решили объединиться и сделать ряд очень существенных улучшений у меня есть открыта статья в которой более подробно описано что же именно предлагают разработчики вы можете почитать я ссылки естественно оставлю в описании в целом могу сказать что самое главное это улучшение параметра велости то есть теперь быть больше шагов у нас сейчас напомню всего сто сто двадцать восемь шагов в миди теперь их будет от нуля не до 120 семи а гораздо больше несколько сотен шагов так как у нас теперь с 8 битного точнее 7 битного параметра превращается в 16 битный далее у нас естественно полная обратная совместимость миди 20 миди 10 это логично потому что в мире уже столько устройств со стандартом миди 10 что просто невозможно было бы сделать вторую версию без обратной совместимости иначе бы я не знаю кто бы решился так резко перейти и забыть все эти предыдущие устройства далее здесь говорится о том что устройство будут скажем так более умными то есть те устройства которые будут сделаны на базе миди 20 они будут лучше друг с другом конфигурироваться автоматически обмениваться своими скажем так параметрами и установками то есть не нужно будет вручную настраивать и показывать что по какому каналу кому передавать то есть устройство будет лучше объединяться друг с другом ну конечно же вы всегда можете это под себя подстроить естественно далее будут всякие дополнительные обмены параметрами профили конфигурации и конечно же самое главное что у нас теперь будет 256 каналов вместо привычных 16 честно говоря я не знаю зачем так много но так как миди используется не только в домашней работе со звуком или там сценической это также еще работает со светом работает в разных технических областях таких как робототехника и прочие моменты поэтому миди используется довольно много где и в принципе я уверен что этот эти усовершенствования они найдут применение вот ну собственно очень интересно я буду следить за новостями из этой области потому что мне очень интересно какие будут новые девайсы то есть какие будут возможности вот например здесь я опять же за этой статьи а узнал что теперь будет проще работать с скажем так плавающими микротональными звуками то есть это имеется ввиду что когда есть такие инструменты у которых нет четкого там такого темперированного строя таких как при этом дарами фасоль до которые мы привыкли а бывает такое что одна и та же нота например да она может чуть-чуть каждый раз меняться по высоте тона чуть видоизменяться опять же это касается струнных инструментов то есть можно пальцем зажать не совсем идеально и вот эти все не идеальности их можно будет воссоздать теперь в меди то есть гораздо проще потому что благодаря усовершенствовать технологии можно гораздо лучше работать с сэмплами гораздо лучше работает я уверен и синтезаторами конечно же потому что там тоже все основано на меди параметрах в общем будем следить за новостями я очень рад этой новости и посмотрим какие новые девайсы нас порадуют в ближайшем будущем мы сейчас активно работаем над нашим авторским материалом вместе с первым моделем вы его знаете я неоднократно о нем рассказывал своих роликах и видеокурсах и совсем недавно мы ходили записывали барабаны на нашу новую композицию который называется dream bar и я вам хочу просто рассказать а что о чем нужно помнить когда вы идете записывать барабаны конечно же нужно обязательно порепетировать мы собрались вместе с барабанщиком антоном и басистом он же клавишник кириллом предварительно до записи на студии на репетиционной базе чтобы прогнать песню чтобы договориться об всяких брейках переходах то есть песня была таком полу сыром виде пока то есть мы сделали вместе с кириллом такую некую как мы называем рыбу наказ который был намечена форма примерные переходы какие-то нюансы фишки все это было прописано просто в меди барабанах забито а мы отправили собственно антона он послушал придумал какие-то свои идеи какие-то фишки вот мы собрались на репетицию чтобы просто вот мы три часа сидели занимались только этой песней то есть ее пробовали гоняли даже чуть-чуть по темпу пробовали двигать я просто пришел соответственно с макбуком с лоджиком где у меня были был открыт проект мы прям под него играли то есть я отключил барабаны меди и антон в реальном времени что-то придумал мы меняли темп пробовали лучше звучит хуже звучит слушали это естественно на большом звуке на котором сразу все как-то лучше понятно что работает что не работает в общем очень хорошая практика не ленитесь никогда то есть даже если вы прям знаете песню своего туда и давно и репетировали давно ее играли даже с ней может быть выступали все равно перед студией нужно немножечко настроиться это отдельная вещь это отдельный подход к студийной игре поэтому если у вас музыкальный проект вы работаете с музыкантами обязательно обязательно настаивайте на том что лучше с этими торопиться и лучше еще раз все обсудить все нюансы все переходы чтобы потом не был сюрпризов когда вы захотите какую нибудь сделать остановку для вокала в какой-нибудь месте а барабанщик ее не сделал а так как все пишется именно начинает барабанов финальная запись то уже будет немножко сложно неприятно и так далее в общем репетиция это первый пункт второй пункт конечно же это поход на студию имейте ввиду что в большинстве студий нужно закладывать минимум часа полтора а то и два на настройку барабанов то есть установка микрофонов подключения возможно даже скажем так проба разных барабанов то есть есть студии которые предлагают различные снейры различные железо то есть они это прям дают в аренду для записи и если вы не уверены в том что именно ваш набор или набор вашего барабанщика подходит для этой песни вы можете всегда поэкспериментировать на студии но на это также надо закладывать дополнительное время потому что вы можете сделать пробный дубль поменять например рабочий барабан и поменять его настройку то есть настраивать барабаны тоже очень важно из на это тоже на закладывать время и дальше конечно все уже зависит от сыгранности материал то есть принципе можно записать барабаны и за час если барабанщик в теме помнит композицию то есть просто там дублей ну 7810 можно записать вполне в течение часа что-то обсудить послушать может быть какой-то контрольный дубль сделать мы делали также вписки отдельные то есть отдельной части мы дописывали какие-то дополнительные идеи то есть процессе записи я и кирилл присутствовали собственно вместе со звукорежиссером на студии который занимался записью слушали и прям в реальном времени какие-то идеи предлагали антону говорили и он сразу их записывал то есть все это делалось в таком виде даже несмотря на то что песня уже было отрепетировано все равно в студии бывают какие-то озарения какие-то идеи на это тоже закладывайте обязательно время то есть быстро это все сделать вряд ли получится ну максимум есть только вы успеете один дубль записать поэтому это тоже очень важный момент мы собственно сильно экспериментировать со звуками стали потому что я лично предпочитаю триггировать барабаны то есть я помимо живого звука также использую сэмплы уже на постобработки когда я занимаюсь сведением проекта вот поэтому сильно заморачиваться с подбором с нейров с подбором тарелок мы не стали хотя на студии это все было но тем не менее время это заняло то есть мы около трех часов провели на студии также еле-еле успели на самом деле то есть мы долго подключали долго настраивали все пробовали смотрели в общем было много нюансов но так или иначе очень хорошая запись прошла и более подробно конечно вообще о процессе записи я рассказываю в курсе живая запись а тогда я если вы они не видели чуть позже еще поясню про этот проект курс более подробно а пока давайте посмотрим собственно проект записи я вам покажу основные нюансы на которые стоит обращать внимание уже после записи то есть когда вы будете собирать или отслушивать а получившуюся запись и какие моменты стоит брать его внимание может быть сразу узнает сейчас наперед вы уже быть вооружены этими знаниями вам будет гораздо проще принимать какие-то решения или скажем так рулить процессом записи на непосредственно в студии и так давайте посмотрим на проект который у нас получился в процессе записи барабанов на студии я здесь уже не сделал выборку дублей и сейчас в этом видео просто хочу вам рассказать свои мысли свои дать свои советы по поводу того на что в первую очередь нужно обращать внимание когда вы выбираете дубли записанных мультитрековых барабанов сразу скажу что на каких-то практических подробностей к сейчас останавливаться не буду я очень подробно это все рассказал в своем курсе живая записи тогда я первая серия она полностью посвящена ударным здесь происходит демонстрации того как я записываю барабаны на студии и также здесь отдельная прям секция посвящена именно уже обработки то есть выбору дублей фазовой коррекции выравниваем барабанной партии то есть если вас интересует работа с живыми барабанными установками либо мультитреками я вам рекомендую посмотреть этот курс здесь все ответы на все вопросы и всякие практические фишки будут вам предложены так что обратите внимание сейчас я просто хотел рассказать таких самых главных моментах которые нужно помнить особенно если вы не являетесь барабанщиком то есть вы звукоджесер или гитарист или любой другой музыкант и вы не барабанщик вы не особо там разбираетесь в игре на барабанах тем не менее вам нужно иметь какие-то некие представления о скажем так аппликатуре барабанщика первое дело то есть когда мы выбираем дубли сразу напомню что мы здесь записали три сквозных дубля ну так получилось и остальные мы делали такие дополнительные дописки вписки и так далее у меня мультитрековая запись как вы видите здесь все у меня сгруппированы эти треки поэтому то что я вот здесь сделал выборку на канале с бочкой у меня все дублируется и естественно на остальных дорожках мультитрека на что нужно первое обращать внимание всегда это конечно же то как и почему играет барабанщик потому что в данном случае мне повезло что антон очень хороший барабанщик и никаких не нужно было исправлять какие-то косяки то есть искать в дубле где он там что-то не так сыграл где-то там скривил и пытаться это как-то замазать другими дублями то есть меня такой задачи к счастью не было хотя бывает и такое в практике вот здесь же я выбирал чисто исходя из художественного замысла потому что антон специально играл в разных дублях чуть-чуть по-разному разные рисунки бочки плюс-минус разные аппликатуры по железу то есть какую-то часть он в одном дубле играл по хэту в другом дубле по райду мы прям на месте это все обсуждали и дописывали какие-то отдельные кусочки где мы делали наоборот например там где было рай это стал хэд и так далее то есть я уже когда делал выборку я основывался в первую очередь на художественные задумки свои то есть чтобы я хотел услышать в конечной партии и поэтому выбирал с этим если у вас такая же ситуация будет у вас будет такой же профессиональный барабанщик то вам повезло вот но бывает конечно ситуации когда приходится жертвовать художество составляющие за счет технической конечно если есть возможность лучше переписать барабаны но если нет то самое главное конечно же чтобы не было каких-то ляпов косяков там промахов по барабанам и так далее вот ну давайте вернемся к моей ситуации я здесь собирал дубли всегда настоятельно рекомендую ориентироваться по бочке и потом дополнительно по снееру то есть чтобы вот эта склейка дубли она приходилось либо прям перед бочкой желательно перед главным тактом то есть вот видите у меня здесь маркера есть то есть я вижу где у меня начинается новая часть песни и за скорее всего в ней будет удар тарелки и вот тарелка это тот самый элемент который очень часто скажем так портит всю эту работу выбора дублей потому что бывает такое что в одном дубле барабанщик ударил по одной тарелке в другом дубле он ударил по другой тарелке в третьем дубле мог ударить по той же тарелке но с другой громкостью и вот если вы сделаете склейку например где-нибудь здесь после удара тарелки будет слышно вот этот вот такой неприятный переход неестественные сказал поэтому в этом случае нужно максимально вот такие компромиссные решения искать но я вот здесь выбирал прям по частям то есть я слушал выбирал первую часть слушал дубли следующую часть и так далее и какие тут момент где-то какой-то break или какие дополнительные бочки я как видите делал отдельный брал кусочки также вот здесь выбирал части как я уже сказал что есть где-то у нас в одном дубле у нас было сыграно пахету в другом по райду я собственно тоже это все слушал отбирал вот я советую вам всегда ориентироваться в том что должно происходить в партии и вот еще очень хороший пример я вот уже когда выбрал это за дубль вот эту сборку сделал я решил оставить в конце вот последние три части то есть припев 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 но это уже как кода тройной припев последний я думал но возьму сквозной дубль 15 последний такой контрольный все хорошо потом послушал и понял что антон ну не знаю может заигрался может как-то о чем задумался он почему-то вот во второй половине а вот этого второго припева начал играть другой рисунок бочки вот давайте послушаем весь этот дубль то есть можно услышать что здесь у нас идет немножко другой рисунок бочки здесь было тун-тун-тун-тун а здесь тун-тун-тун-тун то есть ну видно что уже немножко другой акцент я всегда рекомендую сохранять симметричность партии внутри квадрата то есть у нас как бы здесь четыре такта образует такой некий луп получается что вторые четыре такта уже совсем другой луп это звучит немножко странновато это разбивает грув тем более что в остальных инструментах в этой части тут все повторяется и вот я бы мог бы оставить но я вот послушал еще раз внимательно и понял что это не совсем подходит я нашел в другом дубле где в этом же месте антон сыграл более грамотно ну в смысле точнее ту же самую партию то есть не поменял рисунок и вот собственно это звучит уже более ровно и более собранно ну думаю что понятная идея и как и слышите все склейки это дело так чтобы тарелки хэд и хэхэд кстати тоже очень опасные вещи если особенно открытый хэд он где-то может тянуться в каком-то дубле если особенно в маленькие и кусочки может быть там компьютер по снееру берете с другого дубля может так получиться что в этот момент хэд звучащий будет не совпадать с тем хэтом который был в основном дубле то есть я очень настоятельно рекомендую за всем за этим следить понятно что в миксе какие-то вот эти вот такие мелкие ляпы могут быть не слышны но все же сами понимаете что результат будет гораздо лучше если на все это обращать внимание хочу представить вам свой авторский курс живая запись от а до я в этом многосерийном курсе я поделюсь с вами множеством приемов студийной работы с музыкантами каждая серия будет посвящена отдельным темам таким как запись живой ударной установки запись бас-гитары и электрогитары в домашних условиях запись основного вокала и бэк-вокалов редактирование записанного материала в том числе выравнивание партии и корректировка вокала с помощью флекс-пич и мелодайн и конечно же поговорим про сведение и мастер я покажу вам весь процесс работы над композицией от самой начальной подготовки к первой записи до создания финального мастера и его публикации в интернете абсолютно последовательно не оставляя ничего за кадром а помогут в этом мне мои друзья профессиональные музыканты этот курс будет особенно полезен музыкантам исполнителям и звукорежиссерам работающим с полноценными живыми коллективами а также начинающим продюсером которые хотят открыть для себя и узнать все тонкости процесса записи живых инструментов с минимальными затратами к слову все партии композиции в этом многосерийном курсе кроме ударных записаны полностью в домашних условиях с минимальным набором оборудования вы можете приобрести любую из пяти серий который вам интересно либо же приобрести все серии курса по скидочной цене не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас ссылка в описании феврале у меня был день рождения и мне стукнуло 30 лет нет я решил его отметить по музыкальному и пошел на концерт блюзового гитариста из британии который зовут джулиан бардак очень классный гитарист очень классный человек и как оказалось на концерте у него тоже в этот день был день рождения то есть вместе со мной в один день это было очень здорово собственно его привез мой хороший друг борис литвинцев он возит вот таких британских музыкантов гитаристов певцов возит к нам в россию вот я показываю страницу facebook а вы можете зайти и следить за новостями очень много разных музыкантов очень таких скажем так топовых майк вернан к сожалению многие сейчас отменяются по причине коронавируса вы сами знаете как и все массовые мероприятия во всем мире но так или иначе следите за новостями потому что рано или поздно все это закончится я уверен что сообщение наладится и музыканты будут по-прежнему к нам приезжать и вот борис очень этому способствует действительно классные музыканты к нам приезжают и мы можем их для себя открывать если вы любите джевой музыки если вы любите гитарную музыку блюз музыку вот в москве есть возможность вот походить на такие концерты соответственно с джулианом я познакомился именно в этот день то есть я о нем не слышал до этого это был очень приятный сюрприз мы с ним пообщались в антракте я его поздравил естественно с днем рождения сказал что у меня тоже день рождения он поздравил меня я им сказал что я тоже гитарист и в принципе был бы рад с ним что нибудь сыграть на что он не сказал что есть есть гитара с собой пожалуйста давай подключимся к сожалению гитар нет я не был готов как-то не подготовился хотя он был взять конечно с собой гитару но как-то он настолько добродушный человек что он сказал что хорошо я тебя под конец там позову как гости ты выйдешь и сыграешь на моей гитаре я пока передохну вот у нее там к нему пришли его русские друзья его там периодически к ним ходил за столик там с ними общался и как раз вот собственно я вышел он мне передал свою гитару и я сыграл такое импровизационное соло сходу честно сразу скажу мне было не очень удобно играть на его гитаре я там были довольно таки толстые струны и немножко с кого-то ну для тех кто играет на гитаре знаешь что такое взять не знакомую гитару ну то есть непривычную для рук но я как-то быстро адаптировался и вот сыграл с музыкантами и и и и и Чуть позже ко мне подошел сам Джулиан, видимо, ему понравилось, как я играю, и я решил повторить что-то подобное, что делал Стиви Райвон со своим братом, то есть сыграть в 4 руки на одной гитаре, ну, в данном случае получилась такая, скажем, блюзовая перекличка, то есть он не задавал фразу, я ему отвечал, это очень смотрелось эффектно, очень клево, я сам вообще кайфанул, это был, наверное, лучший такой прям подарок мне на день рождения, вот так спонтанно выйти, мне это, честно скажу, не свойственно, в связи с этим я хочу вам тоже пожелать, если вы музыкант, никогда не тушуйтесь, ходите на мероприятия обязательно, когда сейчас все вновь откроется и запустится, я уверен, что все это пойдет с новой силой, с каким-то большим ажиотажем, потому что сейчас люди соскучатся, и никогда не сидите дома, обязательно ходите, знакомьтесь, если вы в чем-то хороши, не стесняйтесь это сказать, показать, конечно наглеть не нужно, но и скрываться, и сидеть, и думать, что кто-то о вас сам узнает, это тоже не совсем правильная стратегия, поэтому показывайте себя, предлагайте, участвуйте, общайтесь, будьте всегда радостным, открытым человеком, и вот такие события тоже у вас будут происходить, для меня, чтобы вы понимали, это тоже в новинку, я это не практикую, я там не хожу по концертам, не выпрашиваю выйти на сцену, но здесь как-то так все совпало, и я лично сам очень кайфанул, вот в принципе вам такая вот новость, такой инсайт, то есть также попробуйте как-нибудь при случае не тушеваться и воспользоваться ситуацией. И напоследок хотел бы рассказать о еще одном очень значимом событии в моей жизни и в моей карьере, это то, что мне удалось, точнее, съездить вместе с группой Viagra в качестве гитариста на концерт в Бишкек, точнее на два концерта. Это произошло спонтанно, меня позвали на замену, потому что гитарист Viagra не смог поехать вместе с ними, для меня это было тоже немножко неожиданно, мой друг, звукорежиссер со студии Billion Records, Давид, он работает, собственно, с группой Viagra как звукорежиссер, и он позвал меня, так как мы с ним давно знакомы, в качестве гитариста я поначалу немножечко стушевался, не знал, насколько это впишется в мой график, так как работы всегда много, но в принципе я думаю, что такую возможность выпускать нельзя, я все подстроил, в своем графике перестроил, выходные у меня были как раз свободны, когда был концерт, мне прислали весь материал, мне прислали список песен, мне прислали все плейбэки, под которые мы выступали, то есть я спокойно дома подготовился, у нас была одна репетиция, где я познакомился с музыкантами, сразу скажу, что были только музыканты, так как участницы самой группы Viagra, певицы, они все живут в разных городах, и их собирать в Москве довольно проблематично ради репетиции, поэтому мы репетировали исключительно с музыкантами, мне очень понравились ребята, очень классные, ну состав обычный, то есть гитара, бас и барабаны, и плейбэк, вот мы в таком составе вместе со звукорежиссером Давидом, мы вместе все это порепетировали, собрали программу, мне дали какие-то там советы, идеи, там что где как сыграть, и собственно началось мое путешествие, на следующий день мы вечером вылетали из Шереметьево, сразу скажу, я забыл про эту тему, если вы вдруг путешествуете, мы естественно летели аэрофлотом, но им нужно звонить за 36 часов, и предупреждать, что у вас будет с собой инструмент, тогда вам разрешат его пронести в салон, я к сожалению про это забыл, и мне пришлось сдавать гитару в негабаритный багаж, но скажу сразу, все прошло отлично, у меня хороший чехол, не кейс, моно-чехол, но гитара приехала в полном отличном состоянии, никаких проблем не было, хотя я немножко переживал, мы в общем прилетели в Бишкек, это была уже поздняя ночь, точнее раннее утро по местному времени, меня очень порадовало то, что у нас был естественно отдельный выход, хотя уже была вот эта вся тема со встречи по поводу коронавируса, то есть нас встречали, там замеряли температуру на входе, а потом нас отправили никуда, все пошли на паспортный контроль, а нас посадили в отдельный микроавтобус, и довезли в специальный вип-зал, то есть получили за нас весь багаж, взяли наши паспорта, проставили нам штампы, то есть мы сидели, просто ждали, пока за нас все это сделают, для меня это тоже не так часто, это такой, тоже сказать, первый опыт, было очень приятно, мы сидели, отдыхали после перелета, за нас все сделали, получили наш багаж, работники аэропорта нам все принесли, соответственно, мы загрузились в машины, которые за нами приехали, и поехали в гостиницу, очень классная гостиница, мы заселились уже рано утром, где-то 6, наверное, утра, и на следующий день, в субботу, у нас планировалось аж два концерта, первый концерт был на дне рождения у владелица очень такого элитного ресторана в городе, в Бишкеке, мы у нее выступили на дне рождения, а потом вечером у нас было выступление на открытии довольно большого развлекательного комплекса и концертного зала на окраине города, то есть мы успели сделать два саундчека утром, естественно, мы делали так же это только музыкантами, и уже вечером мы приехали в гостиницу, быстро поужинали, переоделись и поехали на первый концерт, а потом быстро собрались, хотя нам накрыли очень хороший стол, было даже обидно уезжать, то есть владелица ресторана, она давний фанат группы Viagra, для нее это был очень приятный сюрприз, что мы выступили у нее, несмотря на то, что ресторан был довольно-таки маленький, но в принципе все прошло отлично, звук был отличный, гости были в восторге, там было очень много уважаемых людей, чиновников, политиков, собственно, Бишкека, очень классный прием, нам все очень понравилось, стол был просто шикарный, мы там быстро что-то чуть-чуть подхватили и поехали на вторую площадку, где у нас уже был большой концерт, где уже было очень большое количество аудитории, то есть там уже пришла обычная публика, именно на концерт группы Viagra, мне очень понравилось заведение, очень классное, то есть все сделано, вот видно, что я прям только-только открылся, очень сделано классное зонирование, то есть это не просто концертная площадка, где гигантский какой-то танцпол, там два бара и сцена, это очень классное зонирование, там есть и диванчики, там есть и столики, там есть и танцпол, там есть и бар, ну то есть все, что нужно, все есть, очень хорошее место, называется Gun Bay, собственно выступили, концерт прошел, ну ура, вот вы видите видеозаписи, как это происходило, «Музыка»! 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 Я там вошел в такой очень сильный кураж, играл соло, вообще очень материал, кстати, мне очень понравился, это очень интересное чувство, когда ты знаешь, что ты эти песни слышал еще там с детства, многие, там когда тебе было лет 10-12, и тут ты их играешь в официальном составе, то есть это не кавера какие-то, но это очень интересный экспириенс, интересный опыт, девчонки работают очень круто, очень классно поют, работают с залом, взаимодействуют на сцене, движение, танцы, то есть все было просто на высочайшем уровне, ну реально профессионалы, музыканты тоже, я очень кайфанул, все сделано было просто по высшему разряду, логистика, проживание, график, никто, ничего, никаких казусов не было, все все успели, звук был отличный, да и вот тоже спасибо большое за это, в общем, прекрасный экспириенс, вот хотел с вами поделиться своей радостью, так что я теперь еще и сыграл с группой Viagra. Ну что ж, на сегодня это все, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца, я очень надеюсь, что вам было интересно, обязательно пишите в комментариях, как вам понравилось, не понравилось, задавайте свои вопросы, я обязательно что-то рассмотрю в каких-то следующих видео, либо в рамках блога, либо в рамках отдельных видео, подписывайтесь на наш канал, напомню, что здесь помимо этого видеоблога, также выходят мои видео по лоджику, какие-то ответы, видеоответы на ваши вопросы, плюс я всегда доступен во всех соцсетях, обязательно подписывайтесь, пишите мне личные сообщения, я всегда всем отвечаю, и конечно же не забывайте про наш чат, вступайте обязательно, все ссылки из этого ролика в описании, обязательно проверьте, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие новости, следующие выпуски, у меня для вас еще очень много всего интересного, и по мере возможности, я буду стараться для вас записывать, и выставлять на этом канале. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов, оставайтесь дома, по возможности, мойте руки, следите за здоровьем, я очень надеюсь, что в это странное время вы найдете вдохновение, чтобы самосовершенствоваться, изучать что-то новое, творить классную музыку, ну а мы с вами увидимся в следующих видео, всем успехов, здоровья, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok